Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Сергей Иванович, вот буквально завтра в Гомельской области пройдут школьные линейки. Вот расскажите, сколько в этом году ребят получат свои аттестаты? Около 14 тысяч выпускников 11 классов и почти 9 тысяч выпускников базовой школы. Сергей Иванович, ну а вот в целом, скажем, с какими результатами сфера образования Гомельщины подходит к концу учебного года? Радуют итоги последнего конкурса профессионального мастерства учащихся профессионально-технического образования. В конкурсе принимали участие не только Республики Беларусь, но и Россия, Казахстан, Украина, Финляндия, другие страны мира. И вот по результатам наши ребята завоевали 10 медалей. Из них 3 золотые, серебряные, бронзовые и трое достигли хорошего результата. Мы вошли в четверку лучших учащихся профтехобразования. Мы радуем тому, что этот год подтвердил качество знаний наших участников Республиканских Олимпиад. Мы практически сохраняем лидирующие позиции в Республике Беларусь по качеству образования и по количеству дипломов. Только соревнуемся с Гродненской областью. Сергей Иванович, ну вот для кого-то учебный год закончился, впереди каникулы, но у кого-то еще вступительная кампания. Скажите, вот в этом году она будет как-то отличаться от прошлогодних? Будут ли какие-то новшества? Никаких кардинальных изменений в плане вступительной кампании не будет. Напомню лишь то, что сегодня у нас дают ребята по выбору три предмета централизованного тестирования. А вот со следующего года будут вноситься изменения и будет четвертый предмет. И это расширит возможности поступления в те или иные высшие учебные заведения Республики Беларусь. И хочу напомнить, что этот год нам показал хорошие результаты при поступлении на поведедческие специальности высших учебных заведений. Благодаря изменению в правилах приема высшие учебные заведения, где сказано, что на льготных условиях принимаются победители международных, республиканских олимпиад. Ребята, которые закончили школу на серебряные и золотые медали, могут поступать в педагогические вузы без вступительных испытаний. Эта же позиция сохраняется и в этом году. Сергей Иванович, ну вот раз уже у нас пошла беседа в таком русле, хочется спросить, как на сегодня обстоит вопрос с укомплектованностью кадрами? В Гомельской области существует программа до 2020 года, так она и называется, программа кадры, дающая возможность на перспективу готовить по тем специальностям, по учебным предметам, которые в будущем могут стать проблемными. Благодаря сохранению средних специальных учебных заведений, педагогических колледжей, у нас нет таких острых проблем по обеспеченности детских и дошкольных учреждений и учителей начальных классов. Стараемся помочь нашим отдаленным сельским регионам всем, чтобы не возникало проблемы, направлять на учебу ребят, выпускников средних школ для получения специальностей, с тем, чтобы они вернулись обратно к себе в школу, продолжили свою педагогическую деятельность. И у нас есть примеры, когда более 50% коллектива педагогического является уже выпускниками конкретной школы. Закрепление в таких районах достаточно высокое. Некоторые районы имеют закрепление 100%, 98% – это самый высокий показатель закрепления молодых специалистов в Республике Беларусь. Сергей Иванович, вот многое из того, что Вы сейчас озвучили, это, по сути, то, чего удалось достичь. Скажите, будущий учебный год, каким Вы его видите, какие перспективы, какие задачи ставите и какими видите их достижения? Одной из задач, которая ставится перед отраслью образования, я думаю, что мы способны решить эту задачу, это ввод в баспортацию нового здания на 300 мест детского садика в городе Мозырь. Это даст возможность решить проблемы с детскими дошкольными учреждениями в Мозыре, создать новые места рабочие для педагогов и выполнить социальный заказ населения, которое так ждет этого детского дошкольного учреждения. Одной из основных задач, которая ставится перед педагогами области, конечно, захоронение всех позиций, которые достигнуты за несколько лет, внедрение новых педагогических технологий. Это акцент на информатизацию, применение новых методов преподавания современных, молодых, с применением техники. Хотелось бы акцент сделать на ранней профориентационной работе. И в этом году приятно то, что республика приняла опыт Гомельской области проведения университетских суббот. Я думаю, что поставленные задачи будут выполнены достойно. И убежден, что талантливые, интересные, креактивные, молодые педагоги, которые после окончания высшего учебного заведения вливаются в нашу большую педагогическую среду, получат удовлетворение и удовольствие от своей деятельности. Сергей Иванович, мне остается только пожелать вам, чтобы все ваши задумки, все ваши начинания воплотились в жизнь. И спасибо вам большое, что уделили время и ответили на наши вопросы. И вам большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете именно отрасли образования. Продолжение следует...